В столичной галерее Хасанат открылась выставка «Форбс». Это персональная экспозиция казахстанского художника Сырыма Мусрепа. Яркий и разноплановый мастер представил вниманию публике около 50 авторских произведений. В них отражены его творческие поиски в живописи и скульптурных композициях. Автор вдохновляет сакральность древних артефактов, величие природы и психология человека. Здесь есть одна моя картина Адама Айнасе. Почему я так её назвал? Она является своего рода зеркалом, которое отражает душевное состояние человека. Когда зритель останавливается возле этой картины, он видит те изображения, которые характеризуют его состояние. Если он в плохом настроении, он увидит мрачные образы. Если в хорошем, то позитивные. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать. Сырым мусореп родом из Ак-Тубе. Несмотря на молодой возраст, он достиг больших высот. Является выпускником Столичного университета искусств, но рядом государственной премии Дарын. Для художника это уже третья персональная выставка. Первая проходила во Дворце независимости в 2018 году, а вторая в Казнуи в 2019. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях Казахстана. Сырым мусореп также известен как автор 600 художественных барельефов в Музее Тюркского мира в Туркестане. В Игмархоле прошел концерт «Кристиан Тецлав и друзья». Вместе с коллегами-музыкантами немецкий скрипач представил яркую программу из произведений Антонина Дворжика и Йозефа Сука. Кристиан Тецлав получил высокую оценку во всем мире за интерпретацию музыки самых разных эпох, от классицизма и романтизма до современности. Особую известность ему принесло блестящее исполнение сольных скрипичных сонат Иогана Себастьяна Баха. Кристиан Тецлав регулярно участвует в крупнейших музыкальных фестивалях. Играет на скрипке, изготовленной немецким мастером Петером Грайнером. История, как принц искал принцессу, разворачивается на сцене Карагандинского театра имени Станиславского. Уникальность постановки в том, что создается она прямо на сцене. Режиссер-постановщик спектакля исполняет роль сказочника. Все, что он не произнесет, сразу же реализуется актерами постановки. Это пьеса Сергея Ильницкого «Настоящая принцесса». Она взяла за основу и очень сильно сокращена, потому что там несколько сюжетных линий. И мы взяли первую часть, когда принц именно ходит, ищет принцессу, попадая в разные ситуации. Не переживайте, мы сейчас начнем. Ребята, это королева. Она у нас очень строгая. Весь сюжет спектакля раскрывает само название карагандинской постановки, как принц искал принцессу. Процесс это оказывается веселый, с большим количеством шуток и комичных ситуаций. Чтобы найти возлюбленную, нужно отправиться в путешествие и преодолеть череду испытаний. Убедившись на собственном опыте, герой постановки понимает, что счастье всегда рядом, надо только его разглядеть. Каждая девочка, встречающаяся ему на дороге, она позиционирует себя принцессой. Но это дорога фальшивых принцесс. Пройдя через череду испытаний, принц находит принцессу в виде горничной, которая его сопровождала на всем пути. Эта постановка получилась очень яркой, с элементами светового шоу. Все музыкальное оформление было в руках Ерлана Садуакасова и Вадима Ахметова. Частую смену декорации обеспечила подвижная сцена и актерское мастерство, когда герои спектакля превращаются в какие-либо объекты. Художественное оформление спектакля производила Юлия Михайлова. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 24 декабря в Кустанай пройдет концерт «Мэйджик Хит» оркестра казахских народных инструментов имени Молдахметова. 24 декабря в Центральном зале «Казахстан» состоится концерт «Джаз-вечера» в «Казах-концерте». 24 декабря труппа театра драмы имени Горького готовит к показу постановку «Народная кадриль». Субтитры создавал DimaTorzok